Добрый день! Развивая проект, созданный в предыдущем ролике, выполним подключение модулей AVEN MU210401 для управления импровизированным колорифером, то есть нагревым охлаждением, соответственно лампой и вентилятором, и модулем K210302 для имитации ошибок колорифера. Для описания самого колорифера будем использовать ДПА канал, реализующий два режима управления, ручной и автоматический, с использованием импульсного регулятора. Причем автоматический режим будет работать по расписанию, с помощью канала класса кол с типом вызова скидулер, планировщик. Выполним доработку нашего стенда. Разместим на нем нагреватель чувствительного элемента термопара, вот эту вот лампочку, с тепловым экраном, импровизированным. Охладитель, ну то есть вентилятор, разместим с тыльной стороны стенда, вот здесь. И нагреватель, лампочка и охладитель, вентилятор работают от переменного напряжения 220 вольт. Для управления обоями будем использовать модуль удаленного дискретного вывода МУ-210-401. Это 8 электромагнитных реле с вот такими параметрами. Подключение выполнено следующим образом. Это колодка модуля. И вот, собственно говоря, тип подключения. Перекидной контакт. Ну вот как это выглядит в натуре, что называется. IP-адрес модуля и таблицы его регистров с используемыми командами, ну чтение записи, возьмем из фирменного конфигуратора. Вот наш модуль, вот его IP-адрес, а вот это его параметры. Нас интересует состояние дискретных выходов 1.8. Вот номер порта десятичный, шестнадцатеричный, количество регистров, номер команды. А это управление. Вот адрес, количество регистров, функция чтения и функция записи. Все замечательно. Для имитации всевозможных отказов нашего исполнительного механизма, гипотетических, конечно. Применим модуль удаленного дискретного ввода-вывода МК-210-302. Вот он. У него 12 дискретных входов, 4 дискретных выходов с данными параметрами. Схема подключения выключателей, ну или блока выключателей, стандартная. Вот она. Ну и, наконец, IP-адрес модуля, карта регистров и команда чтения будет браться из конфигуратора. Вот IP-адрес, вот стандартный порт, а вот и параметры устройства. Нас интересует состояние дискретных входов. Вот они. Адрес регистра 51. Это десятичная форма, это шестнадцатеричная. Количество регистров. Команда чтения. Ну, в общем, все замечательно. Ну, а теперь выполним запуск инструментальной системы SCADA 3SMODE 7 и подгрузим проект из предыдущего ролика. Эпизод SECOND, который тут же сохраним с новым именем. Эпизод SECOND. Начнем с описания новых модулей, то есть со слоя источники. И первым опишем управляющий модуль. Вот его основные свойства, точнее IP-адрес и стандартный порт. В этой группе мы создадим два источника. Первый для записи, то есть управления дискретными выходами. Второй для чтения их текущего состояния. Управляющий. Номер регистра. Команда записи. Прототип создаваемого канала. Тип канала. Output. Чтение. Адрес регистра. Команда чтения. Прототип создаваемого канала. Input. Далее выполним описание вспомогательного модуля. Напоминаем, что с его помощью мы будем имитировать разнообразные отказы нашего исполнительного механизма. Ну, например, отказ по потере питания. Итак, вот наш модуль. Вот его основные свойства. В частности, IP-адрес. И единственный источник в нем созданный. Команда чтения. Номер регистра. Прототип создаваемого канала. Тип input. Все согласно данному объективного контроля. Ну, то есть конфигуратора. Перенесем все созданные компоненты и слой-источники в группу канала узла RTM0. Последовательно. Резюмируем. Все внешние сигналы для контроля, управления и имитации нами созданы. Осталось выполнить описание нашего колорифера. Ну, устройство исполнительного механизма. Называть можно по-разному. Суть одна. Да, и организовать способ его функционирования в ручном и автоматическом режиме. Причем последний по расписанию. Кстати, последний предполагает поддержание температуры по профилю задания. Ну, например, ночью попрохладнее, днем в рабочее время, согласно утвержденным санитарным нормам. Внимание! Для реализации задуманного применим то, чего ранее в трейс-молд не было. А именно, ДПА-канал для управления устройством в ручном и автоматическом режимах. Канал класса колл с типом вызова скидулер-планировщик для управления устройством по расписанию в автоматическом режиме. Но это основа. А если мы хотим воспользоваться встроенным регулятором, то понадобится еще кое-что. А именно, каналы класса колл-модел, конкретно клапаны, не стоит удивляться, действительно так и есть. Это для работы без реального железа в режиме имитации ДПА-канала. ПДП-лайт для связи ДПА-канала с окружающей средой, то есть как раз таки с устройствами ввода-вывода или железом. Палс-рек это, собственно, импульсный регулятор. Дополнительные каналы класса аналог для формирования величин задания и текущего рассогласования. Указанные компоненты позволят не только избежать программирования алгоритма управления, но и, например, поуправлять режимом работы колорифера в реальном времени. То есть переводить его в резерв, в ремонт, в режим тестирования, вновь работу без модификации алгоритма управления. И это еще не все. А режимы работы как устанавливать и отслеживать? Ручной, автоматический, местный, удаленный, да и много чего еще. Кстати, все вышеперечисленное, штатно встроено во внутренний алгоритм работы ДПА канала. Для этого в слой источники выполним создание новой группы алгоритмы. В ней модели и управление. В группе модели создадим компонент модель регулируемого клапана. В группе управления два компонента pdp lite и impreg. Перетащим все это в каналы. Там же в каналах создадим один канал класса дискрет и два канала класса аналог. Откроем на редактирование канал дискрет и настроим его следующим образом. Имя ему дадим кололифер, формат рек, значение 2, отработать, управление ручное, SEAT 1, отчет событий и ДПА 15. Теперь откроем на редактирование канал model.rec.vlv и там в закладке аргументы выполним следующее. К аргументу cmd модбас управление входное значение к state модбас текущий статус реальное. Далее откроем на редактирование канал pdp lite и в его закладке аргументы выполним следующее. Хозяин канал кололифер своим реальным значением sts read текущий статус mo реальное значение cmd write модбас управление входное значение а аргументом 6 7 8 и 9 привяжем битовые атрибуты 0 1 2 и 3 нашего канала, который отвечает за имитацию неисправности. Соответственно, потеря питания, цепи управления, отказ сенсора, ошибка позиционирования. Ошибки эти чисто умозрительные, но продемонстрируем. Важная вещь. В атрибуте sts read фиксирует состояние исполнительного механизма контролируемого ДПА каналом. 0 промежуточное состояние, 1 отключен закрыт, 2 включен открыт, 3 недостоверность. А в атрибуте cmd write задается команда управления исполнительным механизмом. 0 промежуточное состояние, 1 отключить закрыть, 2 включить открыть, 3 аварийный стоп. Каналы класса аналог назовем задание и рассогласование. Вот задание, единица измерения градуса, физическая величина, температура. Рассогласование аналогично. Градусы и перепад температур. Теперь займемся каналом imprec. Это встроенный импульсный регулятор. Для начала в основном бланке редактирования укажем в атрибуте управления. Автоматическое. Это важно. Затем перейдем в закладку аргументы и выполним следующие привязки. v setpoint реальное значение канала задания. v object текущая температура измеряемая модулем 101. Реальное значение от бас температуры. state colorifier реальное значение. Это наш dpa канал. a cmd out это атрибут mcmd dpa канала colorifier. Да, вернемся вновь к каналу рассогласования. И в поле привязка укажем аргумент deadband нашего канала imprec. Регулятор готов. Продолжим формирование автоматического управления. мы уже создали в группе канала. В группе канала. Канал класса акул с типом вызова скидуллер. Планировщик. На каждый день. Зайдем в закладку расписания. И с помощью стандартных виндовских комбинаций. Зададим примерно вот такое. Это по сути дела есть не что иное как профиль и изменение температуры. И самое главное не забыть сделать привязку атрибута реального значения нашего канала скидуллер к каналу задания. Мы это уже сделали. Вот теперь у нас в целом создана система которая осталась лишь доработать графику. Дорабатывать будем с того что в слове шаблонов экранов откроем свойства нашего экрана. Перейдем к аргументам и приведем его к следующему виду. Здесь выделены вновь созданные аргументы. Пока помним. Вернемся в группу канала. Откроем на редактирование канал call который вызывает шаблон экрана. И зададим привязки к вновь созданным аргументам. Картинку саму мы пока еще не изменяли. Итак. Аргументы у нас следующие. Задание. Это задание импульсному регулятору в автоматическом режиме работы кололифера. HAL. Это управление режимом работы кололифера. Единичка ручной, двоечка автоматический. Это следует из описания ДПА канала. MCMD управление кололифером в ручном режиме. MAL FUNC. Неисправность работы кололифера по внешним сигналам и внутренней. Рассогласование. Как пишется так и слышится. HW или Z. Аппаратный сброс ДПА канала и связанного с ним кололифера в исходное состояние. Аргумент СКИДУЛЕР будет ссылаться на атрибут канала колол для работы с окном расписания в графике. Ну, кстати, для просмотра и редактирования. Атрибут этот ИТИВИДИ. Вот такое сложное название. Ну, сам шаблон экрана надо привести примерно к такому виду. Опуская детали настроек графических элементов, ну, достаточно скачать проект по ссылке с сайта. Сохраним его на диск и выполним процедуру сохранения для монитора реального времени. Для запуска проекта откроем контекстное меню на нашем узле и выберем пункт запустить профайлер. Ну, напоминаем, что профайлер это универсальный отладочный монитор реального времени с ограничением на время работы включенной в состав инструментальной системы. Понятно, что проинициализировано все и файл архива создан. Замечательно. Давайте сразу перейдем в полноэкранный режим и выполним. Запуск уже теперь самого профайлера. После старта наш колорифер прибывает в режиме ручного управления. А стало быть, мы можем без затеи нагревать воздух вокруг чувствительного элемента термопары и охлаждать. Попробуем. Давай немножко вниз уберем отсчет событий. Вот мы находимся в режиме ручного управления. Включили. Еще раз включили. Еще раз включили. Еще раз включили. А теперь отключили. Работает вентилятор. Идет охлаждение. Чувствительного элемента термопара. Замечательно. Переключимся в автоматический режим. Величина задания на каждой минуты интервал теперь будет браться из аргументов нашего планировщика. Итак. Автоматическое управление. Работает импульсный регулятор. Величина задания. Величина текущего рассогласования. Между измеренной температурой и заданным значением. Ну да. Прохладно у нас в Москве. Не жарко. Да. Само расписание можно редактировать прямо в режиме реального времени. Сейчас у нас 8,43. Вот 8,44. Давайте мы сделаем 22 градуса. Нажмем кнопочку записать в МРВ. И закроем. Через полминутки величина задания будет не 18, а 22. 1,2. Ну, несмотря на наличие теплового экрана. У нас идет все-таки рассеянные температуры. Ну и свежо. Свежо и неравномерно свежо в помещении. Так, внимание. Вот. Сработал наш планировщик. Так. Ну ладно. А мы тем временем, пока будет попытка нагревать, сымитируем отказ по питанию. Для этого сгодится самый левый выключатель. Он работает с битом 0 нашего канала. Внимание. Итак, мы видим, что у нас возникла ошибка. Нет питания. И соответствующая запись в отчете событий. Кстати, импульсный регулятор находится в отключенном состоянии. Ну и неисправность на тренде видна характерным белым цветом. Состояние нашего колорифера. Ну что, вернем питание. Ну вот, все и наладилось. Вновь. Да, пока мы экспериментировали, у нас величина задания опять ушла на 18 градусов. Идет интенсивное охлаждение чувствительного элемента термопара. Таким образом, все, что было указано в задании, полностью реализовано, что не может не радовать и обратить внимание, как все просто. Для останова профайлера вновь воспользуемся тем же пунктом меню или клавишной комбинацией Ctrl-R. Подтвердим останов и закончим работу нашего профайлера. Далее будем выгружать профайлер из памяти. И на этом, собственно говоря, наш ролик будет завершаться. Вам спасибо за внимание. И если мы вновь вас заинтересовали, милости просим к просмотру следующего ролика из нашей серии «Первые шаги в Тресмот 7».